Какой огромный город перед нами! Сколько людей его строило, сколько наций участвовало в его создании. Но есть народ, проникший в самое сердце Москвы, зародив в нём вечную мечту о красоте. Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жебрак. Мы продолжаем пешие прогулки. Сегодня у нас Москва итальянская. А что же роднит русского человека с далёкой средиземноморской страной? Но мы плачем, слушая итальянскую оперу, замираем перед картинами Рафаэля. Каждый мужчина мечтает о женщине, хоть чуточку похожей на Софи Лорен. Почему нас так тянет ко всему итальянскому? У меня есть ответ на этот вопрос. Давайте спустимся, я расскажу вам об этом. Какая площадь самая центральная в Москве? Многие ответят – красная. Но Красная площадь за пределами Кремля, на Посаде. Вот самое сердце столицы – Соборная площадь. И наиболее древняя в Москве. По периметру старые соборы, патриарши и царские палаты. Почти всё, что мы видим вокруг, построено итальянцами. Думаете, я преувеличиваю? Подойдёмте поближе, послушаем, что расскажут нам сами здания. Вот эти камни с гордостью творца оглаживал городской архитектор Болонии Аристотель Фиараванти. Ему было чем гордиться. В далёкой Москве он поставил Центральный Успенский собор. Быстро, всего за четыре года, и качественно. Построенный в 1479 году, внимание, Успенский собор – самое старое из полностью сохранившихся московских строений. Фасад храма по русской традиции разделён лопатками на одинаковые прясла, завершённые закомарами. Но в общей геометрии и ровности всех линий, как сказал летописец, а всё в кружало да вправило, чувствуется рука итальянского мастера. Гладь стены пересекает аркатурно-колончатый пояс, разрезанный окошками. Такие же колоночки есть на Владимирском Успенском соборе, который по княжескому указу должен был повторить и превзойти Аристотель Фиараванти. Но на наших колоннах – тоненькие поясочки, как в родной архитектору Болонии. А вот ещё итальянская деталь. Высокий цоколь с гладкой панелью, мощно выступающие контрфорсы. Это облицовочный белый камень. А кирпич, из которого сложен храм, собственноручно делал Фиараванти. Приехав в Москву, мастер нашёл, что известь в наших постройках не крепка и камень не твёрд. Поэтому Фиараванти собственноручно изыскал на берегу Москва реки месторождение хорошей глины и поставил там кирпичный заводик. Как же оказался Аристотель Фиараванти в Москве? В эпоху Возрождения все страны наперебой приглашали к себе итальянских мастеров. Мы не могли остаться в стороне. Тем более, что московский князь Иван Третий после свадьбы с племянницей последнего византийского императора, Софьей Палеолог, вынашивает чистолюбивейшие планы провозгласить Москву Третьим Римом. А Третьему Риму необходим огромный кафедральный собор. Вот для этой стройки и приглашают известнейшего 60-летнего архитектора. Фиараванти прославился уникальными проектами. Он передвинул на 17 метров, не разбирая, колокольню Сан-Марко в Болонье. Но вернёмся в Москву. Эти каменные блоки стали для Фиараванти тюремными камнями. Он оказался заложником построенного им храма. В Москву Зодчий приехал ненадолго, на одну стройку. Он так уже ездил. В Рим, Венецию, Милан, к венгерскому королю. Миланский герцог даже просил его на обратной дороге привезти из России белых кречетов для соколиной охоты. Наши ловчие птицы славились в мире. Но настолько хорош оказался архитектор, что пригласивший его князь Иван Третий обратно итальянца не отпустил. Тем более, что по одной из версий именно великий инженер являлся главным планировщиком новой московской крепости, Кирпичного Кремля. Аристотель пытался бежать его, поймали имущество, конфисковали и посадили в тюрьму. Затем князь смилостивился и взял итальянца с собой в поход на Тверь начальником артиллерии. Вот так и не суждено было Аристотелю Фиараванти вернуться на родину. Он умер в России. Многие, вернувшиеся из Италии, недоумевают, почему Кремль называют итальянской работой. Мы, мол, там ничего подобного не видели. Действительно, Спасскую башню вы в Италии не найдете. Ее верх украшали ровно через 150 лет наши московские мастера. А весь каменный низ строили в конце 15 века итальянцы. И вот этот, такой характерный для Москвы зубец в форме ласточкиного хвоста, это чисто итальянская деталь. После Фиараванти в Москву приезжает целая плеяда итальянских мастеров. Аристотель словно открыл дверь соотечественникам на Русь. Укрепление московского Кремля строят Антон Фрязин, Марко Фрязин, Петр Фрязин, а Левис Фрязин Старый. Это не однофамильцы. Фрязинами, а чуть раньше фрягами, на Руси называли выходцев из фряжских, то есть франкских, а по-современному итальянских земель. С 1490 года строительством укреплений московского Кремля руководит Петр Фрязин или Петро Салари, миланский инженер. Его единственного в летописях после Фиараванти называют архитектон. Самое главное произведение Салари старейшее светское здание Москвы, Грановитая палата, построено в 1491 году. За этими стенами самый большой в московском государстве зал. Там проходили заседания Боярской думы, земских соборов, принимали и наземных послов. Название Грановитая от оформления главного фасада, выходящего на соборную площадь. Он облицован белокаменными блоками, каждый из которых обтесан на восемь граней. Такая обработка камня, характерная для архитектуры итальянского возрождения, называется Бриллиантовым рустом. Следующее здание на соборной площади Архангельский собор и опять итальянец Оливис Фрязин. По дороге на Русь он попал в плен Крымскому хану и успел построить тому Бахчисарайский дворец. Но все-таки вернувшись в Москву, он в 1505 году приступает к строительству Архангельского собора. Неожиданное решение для нашей архитектурной традиции. Зодчи поделил здание мощным двухчастным карнизом на два этажа, хотя внутри это единое пространство. Также из иноземных элементов прекрасные работы растительной капители и морские раковины в закомарах. Так что уберите купола, и вы увидите типичный римский паланцер. Старинный архитектор должен был уметь делать все. Тесать камень, вырезать узор, кирпич обжигать. Вот этот портал расписывал лично Оливис Фрязин. Наверное, на ломаном русском объяснял нашим мастерам, как краски по-итальянски растирать. Общая форма, привычная для наших храмов. Но все детали, посмотрите, вот капители, круглые розетки, и главное, вот этот прекрасный перевитый сноб по центру. Это чистая итальянская деталь. Сначала приезжие мастера старательно изучают наши архитектурные традиции, а затем уже их постройки становятся образцовыми для русских мастеров. Капители на колоннах, круглые фигурные окна, сильно профилированные карнизы со временем становятся привычными и на наших зданиях. Вот так, переплавляясь и дополняя друг друга, и существуют русско-итальянские культуры в эпоху Возрождения. Одновременно с Архангельским собором в начале 16 века итальянец Бон Фрязин возводит колокольню-столб, по-итальянски Компанилу. Боровицкий холм хорошо виден отовсюду, но лучше всего им любоваться с мостов. Посмотрите, какой потрясающий вид открывается с Большого Устинского моста. Правда, колокольная Бон Фрязина была ниже на один ярус. Через 100 лет в царствовании Бориса Годунова ее увеличили, о чем сделали золотом надпись под куполом. А рядом с ней, к стене к стене, итальянец Петрог Малый строит церковь, которую потом преобразовали в звонницу. Вы видите, и сердце Москвы, Кремль, и ее душу, знаменитые соборы, создавали итальянские мастера. Об этом прекрасно сказал Осип Мандельштам. В разноголосице девического хора все церкви нежные поют на голос свой. Но в дугах каменных Успенского собора мне брови чудятся, высокие, дугой. Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, где реют голуби в горячей высоте, что православные крюки поет черница, успенье нежное, Флоренция в Москве. И пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русскую душой напоминают мне явление Авроры, но с русским именем и в шубке меховой. Точным повторением судьбы Ферраванти гения, ставшего заложником своих творений, стала участь другого талантливого итальянского зодчего Петрока Малого. Из важных, сохранившихся его строений стены Китай-города и церковь Вознесения в Коломенском. Храм в честь Вознесения Господня воздвигнут Петроком Малым в 1532 году по повелению московского князя Василия в его загородной резиденции в Коломенском. Хотя одним из образцов для Петрока были русские, деревянные, шатровые храмы, старые еще домонгольские, церковь Вознесения получилась оригинальной, абсолютно новой и настолько привлекательной, что породила целое направление в русском церковном зодчестве строительства шатровых соборов. С легкой руки итальянца их возводили по всей Руси больше ста лет. Только патриарх Никон посчитал их неканоничными и к концу 17 века строительство шатров замирает. Церкви вернулись к традиционным куполам, а шатры остались на крылечках и колокольнях. Строительство каменного шатра в отличие от деревянного более сложная архитектурная задача. И с ней Петрог Малый справился блестяще. Он объединил в этом здании элементы русского деревянного зодчества и готической крепостной архитектуры, добавив чисто итальянские детали. Например, эти капители живо напоминают итальянские постройки того времени. Вообще и отдельные детали, и, главное, общая структура этого здания оказали огромное влияние на все последующее развитие русского церковного зодчества. Вспомните собор Василия Блаженного. Его центральная часть должна напомнить вам это сооружение. Видите? Одну из святынь Москвы, один из ее символов, церковь Вознесения в Коломенском, построил итальянец. Петрог был обласкан при дворе Василия Третьего. Вот по этим ступеням он спускался вместе с князем после праздничных служб. А вернуться на родину не мог. Конечно, по контракту итальянца приглашали на несколько лет, а потом удерживали в Москве силой. Последние сведения в русских документах о Петроге такие. Он был командирован в Сков вместе с переводчиком. Оттуда бежал. За ним отрядили погоню, настигли, и на этом следы его теряются. Причем, скорее всего, в темнице. Оказывается, у нас работало очень много итальянских мастеров. В городе есть уголки, которые нам кажутся чисто московскими, а созданы они итальянскими архитекторами. Мы с вами на такой привычной манежной площади. После реконструкции 90-х она стала любимейшим местом встреч, отдыха и москвичей, и тех, кто к нам приезжает в гости. Итак, Манежная площадь. С одной стороны у нас громада красного кирпича. Кремль, построенный плеядой итальянских зодчих эпохи Возрождения. С другой стороны площади получился классический уголок. Смотрите, треугольные фронтоны, колоннады, это здание Манежа, Московский университет. Они сочинены Осипом Баве, когда он восстанавливал Москву после пожара 12-го года. Осип Баве русский архитектор, но итальянского происхождения. И даже вот это здание, смотрите, с величественными колоннами на всю высоту, построено в начале 30-х годов советским архитектором Желтовским, но по подобию итальянских палац Возрождения. Ну и фонтаны Манежной площади напрямую отсылают нас в столицу Италии. В Риме множество водометов. Но скульптура там все-таки поинтереснее. До Рима многие доезжали, знают, а почему нам так нравится все итальянское? Знаете, самая большая очередь в Пушкинском музее была, когда туда приехала Монна Лиза. Может быть, потому, что вокруг нас множество зданий, которые помнят руки итальянских гениев? В 19-м веке в Москве был построен политехнический музей. Мало кто различает здесь три проекта, последовательно возведенных разными архитекторами. Сначала в 1873 году была построена вот эта центральная часть. Затем в 1896 году был пристроен правый корпус. Тоже в русском стиле, но всмотритесь в детали. Здесь гладкие, а не резные наличники и другой рисунок дыника-перехватцев. А в 1906 году был пристроен левый корпус, уже в стиле модерн. Автор центральной части Ипполит Манегетти архитектор итальянского происхождения. Он впервые использовал в своем творчестве элементы дворцовой архитектуры 17 века. Так что это с его подачи у нас в Москве в русском стиле затем построили гум, исторический музей, третяковский проезд и большое количество особняков учебных и лечебных заведений. Чего только не сделаешь ради любви. Вот это здание пример страстной влюбленности в Италию. В 1912 году здесь, на Спиридоновке, московский архитектор Иван Желтовский в своем проекте практически точно повторил работу своего любимого итальянского зодчего Андрея Палладио Палаццо Тьене в итальянской Веченце. Одинаковые детали, схожая облицовка, пропорции немножечко отличаются. У Палладио второй этаж побольше первого. Вообще, Желтовский так часто использовал итальянские мотивы в своем творчестве, что некоторые специалисты считают, что именно Желтовский способствовал возрождению классицизма в России в 30-е годы. И тогда получается, что именно это здание предвозвестник величественных сталинских колоннад, мощных выносных карнизов и прочих классических деталей на фасадах советских дворцов культуры, вокзалов, театрах. У нас с вами есть уникальная возможность зайти во двор этого палацца. Сейчас здесь размещается Институт Африки, Академия наук. Мы попадаем в очень красивый итальянский дворик. Оцените размеры. В купеческом доме помещается целый институт. Габриэлус, Тарасов, Фецит, Анна, Домини. Написано на фасаде латынью имя армянского купца Тарасова. Заказчик был явно с амбициями, если решил строить в центре Москвы гигантский дворец в стиле легендарного итальянского зодчего Палладио. Тарасовы семья из Армавира, разбогатевшая на торговле, причем настолько быстро, что московский предприниматель Щукин вспоминает, что помнит их, еще путешествующих третьим классом с мешком сухарей. Прошло всего несколько лет, и они явились в Москве в собольных шубах с бобровыми воротниками. Представляете, как было красиво, когда эти три больших двери в парадный вестибюль открывались. Мы с вами говорили об исторической ценности этого здания. Многим он нравится эстетически. Лично я не являюсь поклонником Палаццо, для меня оно тяжеловато. А вот московская городская дома после смерти первого владельца высоко оценила и рыночную стоимость этого на него бас на словный налог. Пойдемте на улицу, я расскажу, как известное издание сыграло с наследниками злую шутку. Напрасно сыновья потрясались щитами. Смотрите, у Палладио на втором этаже колонны мраморные, а у нас оштукатуренные. В Италии здесь гранит, а у нас бетон. Да и внутри чай не тентарет астицианом расписывали. 20 век на дворе наши московские художники стилизовались непреклонно. Раз в архитектурных справочниках трубят, что шедевр, значит здание ценное. Пришлось наследникам раскошелиться по полной. А сейчас я хочу рассказать историю симбиоза русской и итальянской мысли или о том, как наши мастера иностранного гения поправляли. В Москве в центре деловой жизни Китай-городе стоял древний ветхий гостинный двор. А в Санкт-Петербурге жил итальянский архитектор Джакомо Кваренги. И вот Екатерина Великая, ратуя за развитие внутренней торговли и желая поправить покосившееся строение, повелевает Джакомо создать проект нового гостинного двора. Кваренги к этому времени построил множество зданий. Его страстью были колоннады. Рисовал он их восхитительно. Колонны Кваренги всегда прекрасных пропорций, но очень большие. Настолько большие, что не всякому по карману. Представляете, сколько материала уходило на его 8-12 колонные портики. Да и свет в парадных залах они застят. Поэтому Кваренги работает для императоров и богатейших вельмож. В Москве для Екатерины Великой он строит Лефортовский дворец с 16-ти колонной лоджии из дикого камня. А для графа Шереметьева Петра в Риме. Сейчас это институт Склифосовского. И вот этот придворный художник работает для московского купечества. Участок очень большой и Кваренги планирует окружить здание по периметру колоннадой из 120 гигантских колонн. Это будет самая большая колоннада в моей жизни, мечтает архитектор. Обуреваемые чистолюбивыми замыслами Кваренги чертят планы гостинного двора, чтобы облегчить проезд по узким улочкам, скругляет углы здания, вписывает в них лестницы. Каринфские полуколонны чередуют с арками. Будет удобно и красиво. Но Мэтр не знал главного. В этом месте довольно крутой спуск к Москварике, а колонны на склоне не поставишь. Московские архитекторы получают проекты из Санкт-Петербурга и начинают думать, как им подковать итальянскую блоху на русский манер. Совсем от проекта вот что они придумали. С торцов здания обычная колоннада, а там, где длинная пологая сторона, колонны вынуждены карабкаться на все повышающиеся базы, затем перебивка тамбур, и колоннада начинается с нового уровня. Не получилось, как мечтал Кваренги, единой колоннады в 120 колонн. Их здесь всего 108. По-моему, тоже немало. Вот так поговоришь об Италии и думаешь, эх, бросить бы все и уехать туда, в этот солнечный пройтись по пьяце Дель Поппола, припасть к руинам, часами смотреть картины Караваджо. Заметьте, не я первый это придумал. Бродский, Тарковский, Блок, Достоевский, многие наши художники подолгу живали в Италии. Но вернемся в нашу Москву. Вот и большой поклонник Италии Гоголь говорил, после Рима можно любить только Москву. Мы идем с вами по Малой Никитской, от Бульварного кольца. Я хочу показать вам дом, который входит во все учебники архитектуры. Это шедевр стиля модерн. Вот он. Особняк, словно перенесен из Италии. Плоские кровли, на которых хочется ставить шезлонги. В больших окнах причудливые рамы, как отражение деревьев, стоящих в саду. На фасаде большие южные сочные цветы. Это орхидеи. Все отсылает нас в другой, южный климат. Здесь жил большой любитель Италии, Алексей Максимович Горький. Пролетарский писатель настолько полюбил Апенинский полуостров, что провел на нем 19 лет. После восстания 1905 года буревестник революции улетел на прибрежные скалы Капри. В 1918 году Горький ненадолго приехал в Россию. Но ужасы революции творца не порадовали. И он поехал в Соренто. Сталин методично выдавливающий страны творческую интеллигенцию нуждался в нескольких признанных мировым сообществом метрах для оправдания своего режима. И вот в 1928 году Горького посулами заманили на родину. Для размещения писателя приготовили роскошный особняк. Этот дом в 1902 году архитектор Федор Шехтель построил для текстильного магната, банкира и основателя автомобильного производства в Москве Степана Рябушинского. Архитектор задумал дом-фантазию на тему морского пейзажа. Участок омывает волна. Эта же тема повторяется и на поручнях. Дом как раковина разворачивается по спирали своими удивительными фасадами. На решетках балконов сети брошенные в пучину. А удивительные рамы на окнах это плодовые деревья, стоящие на берегу. В природе нет ничего одинакового. Вот и в этом доме нет ни одной повторяющейся рамы. Был ли счастлив Горький в этом богатом доме? Он получил то, что хотел. Славу, деньги, влияние, но расплатился за это свободой. Она осталась в Италии. А здесь, в московском доме, сначала умер при загадочных обстоятельствах его сын, а затем и сам писатель. Совсем недавно у нас в районе Полянки был построен римский дом. Специалисты считают, что по качеству архитектуры его можно поставить в один ряд с произведениями Фьерованти, Баве, Жалтовского. С переулка дом встречает нас характерным карнизом, галерейкой последнего этажа. Ну, отсылка к середине 20 века. Типичный сталинский дом. Подходишь ближе и приоткрывается двор-колодец. Но не успеваешь ты подумать о мрачных петербургских домах, как двор оказывается круглой площадью и по чаше ее разбегаются колоннады. Ну, точно ты в Италии. Находка этого здания колоннады, шагающие вверх. Шесть колоннад, наступая друг на друга, придают дому красивое винтовое движение. Архитектор Михаил Филиппов этим приемом объединил массив восьмиэтажного доходного дома и круглый парадный двор Курдонер. Ну, а можно считать это руинами римского цирка. Дом-то называется Римский, и недаром здесь брошены эти якобы античные остатки. Автор этого здания прекрасный рисовальщик, участник разных выставок, но десятилетиями работавший в стол. Когда, наконец, бумажный архитектор получил возможность ставить здание на улицах Москвы, оказалось, что рисует он получше многих коллег и идеи поднакоплены. Сам Филиппов объясняет свой успех просто. Я уже много лет ухаживаю за девушкой по имени Классика. Заканчивается сегодняшняя прогулка по нашему московскому архитектурному саду по Москве-Итальянской. Сколько мы с вами увидели ценных зданий, корни которых далеко на юге, но они прекрасно прижились на нашей почве. Прививка классической культуры к северному дичку дала великолепные результаты. И итальянские здания, напоминая о чудесной стране, дарят нам тепло, гармонию, негу, которыми так богата Италия. До встречи через неделю, но уже в другой Москве. Пишко. Пишко. Пишко.